Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – обострение социальных противоречий в российском обществе по мере усугубления системного кризиса и продолжающегося падения уровня качества жизни населения России. С нашими сегодняшними гостями мы постараемся разобраться в том, что уже на самом деле стоит за массовыми акциями протеста и митингами дальнобойщиков, шахтеров, врачей, учителей, фермеров с Кубани и других представителей социально-трудового большинства. Попытаемся понять, каким же образом российские правящие власти, встречающие именуемые офшорные аристократии и панамскими велончелистами, реагируют на рост социального напряжения и протестных настроений в обществе. Ну и, пожалуй, самый главный вопрос – до каких пор российские чиновники будут продолжать политику, угнетающую социально-экономическую политику в лучших традициях Гайдара и Чубайса? Сегодня в нашей студии. Почта Юрий Михайлович, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН. Болдриф Юрий Юрьевич, экономист и публицист. Алксин Сырина Викторовна, политолог. И Шишкин Игорь Сергеевич, заместитель руководителя Института стран СНГ. Здравствуйте, дорогие гости. Рад вас видеть сегодня в нашей студии. Давайте начнем с первого вопроса. Все-таки прошлый год и последние месяцы оказались богатыми на социальные протесты. Были забастовки, голодовки, стачки, демонстрации, митинги. И снова обострение проблемы с кинутыми дольщиками, с людьми и предпринимателями, которые остались без денег. В тех банках, у которых отозвали лицензии после масштабного воровства самого регулятора, там и силовиков, судя по всему. Чем вы это связываете? С экономическим кризисом, с неправильной социально-экономической политикой властей, с растущим имущественным расслоением, с в целом действиями российских чиновников? Или, может быть, никакой протестной активности толком-то не наблюдается, Юрий Михайлович, как вы считаете? Может, все хорошо у нас? – Мы достаточно современное общество, в том смысле, что средства массовой информации дают нам реальность, гиперреальность. Так вот, с точки зрения этой гиперреальности, реальных социальных протестов и конфликтов на классовой почве, на социальной почве, мы не очень это наблюдаем. – Доминирует внешний аспект. Египет, Сирия, Украина, всяческие ток-шоу интенсивно все это обсуждают, страсти кипят. И в этом смысле мы сейчас не являемся свидетелями обострившихся социальных классовых конфликтов. Другое дело, что они, конечно, есть. И здесь необходим анализ и изучение этой ситуации. – Более подробно поговорим. Ирина Викторовна, ваша точка зрения, может, правда, все весьма неплохо? С вами Медведев, мы выходим из кризиса, оттолкнулись одна, и в зате демонстрации носят мечтечковый и политизированный характер. – Как вы считаете? – Одно другому не противоречит, на самом деле, я полагаю. С одной стороны, улучшения экономические имеют место, мы действительно оттолкнулись от дна. Система, нижняя точка кризиса все-таки миновала. С другой стороны, это не отменяет того, что система находится в системном кризисе. Причем не Россия, а мир. Идет перестройка глобальной, социально-экономической перестройкой. Мир возвращается в темные века, где усиливается социальное расслоение, где усиливается разрыв между богатыми и бедными, между благополучными и неблагополучными, и так далее. И ситуация будет ухудшаться. Но при этом возвращение к массовым социальным протестам, как это было в 19 веке, в начале 20, я думаю, уже не будет. Общество дробится и на Западе, и в России. Россия здесь находится в общем тренде мировом. И поэтому, да, постоят недовольные шахтеры. Или возникли недовольства у медиков. Или что-то еще. Но все это точечно получается. Общий тренд. А 1% населения планеты, это везде, принадлежит 90% богатств мира. То есть, и в этом никакой принципиальности. То есть, это нормально, в смысле нужно смириться, жить. То есть, это не нормально, это объективная реальность. Понял, хорошо. Игорь Сергеевич, объективная реальность-то хорошая у нас, как вы считаете, все-таки? Объективная реальность у нас такова, что режим социально-экономический, сформировавшийся в 90-е годы, у нас очень любят говорить про лихие 90-е годы, но из этого не делают дальше следующего вывода. У нас продолжает действовать тот же самый социально-экономический режим. Это вошло в противоречие с интересами и большинства населения, и перспективами развития государства. Да, в какой-то мере были отброшены во внешней политике проявления 90-х, отброшены частично в отношении к армии и так далее, и так далее. Патриотизм реабилитирован. Но это только части. А в целом социально-экономическая система, созданная Гайдарами и его единомышленниками, продолжает действовать. Куда являются все наши ведущие чиновники для обсуждения перспектив развития страны? На Гайдаровский форум. То есть та система, которая уничтожала Россию, продолжает действовать. Юрий Юрьевич, все-таки социальные протесты, к вашей точки зрения, происходят некое накал в обществе растет. И кто в этом виноват? Общемировая тенденция есть, о которой вы говорили. К сожалению, в силу того режима, который у нас сложился, все общемировые противоречия у нас реализуются в еще более выраженной, более, к сожалению, я должен использовать такой тенденции, более вульгарной форме. Являемся ли мы современным обществом? И что такое современное общество? И какую тенденцию можно воспринять, как тенденция действительно развития современности? А какую тенденцию можно воспринять, как тенденцию, может быть, маргинализации, отхода от каких-то глобальных тенденций мировой цивилизации? Смотрите в историческом плане. Мне представляют, что мы не современное общество. Мы общество целенаправленно маргинализируемое, деклассируемое. И общество, в котором целенаправленно уничтожаются всякие ростки солидарности. Кем уничтожается и кем маргинализируется? Запад, Уздец? Если говорить о том, что глобальное общество является обществом манипулируемым, то и наше общество тоже является манипулируемым. Значит, манипуляторы – это те, кто, как вы правильно сказали, держит в своих руках 1%, 99% всего богатства, и намеренно продолжает это удерживать. Значит, всегда возникает такой вопрос в оправдании этой ситуации. А может быть, это и есть условия эффективности? Примительно глобальному миру вообще можно спорить. Можно говорить о том, что это условия эффективности отдельных элементов, господствующих во всем мире. Но применение к России можно говорить однозначно, что вот то распределение и богатства, и дохода, и тот механизм манипулируемого деклассирования общества, который происходит, тот механизм разрушения очагов солидарности, он ведет у нас не к эффективности, а ведет к ускоренному отставанию от развитого мира. Значит, вы спросили, есть ли накал. Вот так и получается, что в условиях, когда люди против воронежского никеля бунтуют, подчеркиваю, отдельно, при этом никакие дальнобойщики им не помогают. Никакие свои проблемы сейчас. Потом врачи и учителя выходят на свои демонстрации протеста против этой оптимизации, фактически, против сокращения больниц, доступности образования, здравоохранения, конечного фонда и так далее. Пациенты полагают, что это дело врачей и не выходят в поддержку. А потом, когда врачи, оставшихся, превращают в живодеров, пациенты, вовремя не выразившие солидарность с врачами, уже пожинают то, что пожинают. Потом возникает проблема с дальнобойщиками. Воронежцы, врачи, пациенты врачей не выступают в поддержку дальнобойщиков. Сейчас пошла новая тенденция. Дело в том, что есть такой закон о распоясывании. Если народ не возражает, то пределов распоясыванию власти их просто нет. Значит, не хватает во всем процессе одного осознания людьми, что власть то здесь, то там регулярно наступает на те или иные интересы, и на ваш интерес тоже обязательно наступит. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Игорь Сергеевич, давайте с вами вот такой вопрос обсудим. Смотрите, все-таки, почему мы видим системные проблемы, системный кризис, падение уровня качества жизненаселения, откровенное нежелание власти системно реагировать на те проблемы, которые устроят. Тут в качестве, скажем, самый известный пример трудового конфликта и прошлого, и этого года является голодовка сотен шахтеров компании «Кингкол» в Ростовской области, которые не получают зарплату аж с 2014 года. Об этом конфликте много пишут в интернете, в социальных сетях, писали в газетах, много делали с репортажей «Красной линии». Многие депутаты, к сожалению, КПРФ ездили на места в Ростовскую область, пытались хоть как-то, собственно говоря, не допустить кровопролитие, потому что просто не выпускали шахтеров из города, чтобы они не доехали до Москвы. Все-таки, почему нет нормальной, вменяемой, адекватной системной реакции? То есть, что-то круговая порука, коррупция. А разве все крупные состояния в нашей стране состоялись не в 90-е годы? А разве они были созданы без нарушения законов? Если мне не изменяет память, господин Авен в одной из своих статей написал, что за приватизацию каждого алюминиевого предприятия нужно было... Приватизация каждого алюминиевого предприятия обошлась примерно в десяток жизней. Человек шлепнули, убрали. Это еще немного, что... Да. Есть предположение, что, а, он приукрасил ситуацию, что всего-навсего десяток, и, б, что точно так же проходила приватизация и по всем остальным отраслям. Предположить, что алюминиевый бизнес был только в крови, а весь остальной был бескровный, нельзя. Но это были 90-е, это были 90-е. Система координат осталась прежняя. Обогащайтесь. Это разве не тогда было провозглашено, как главная цель? И если чиновник видит, что рядом человек награбил и стал миллиардером, то почему чиновнику, когда государство объявило, что главная цель – это обогащение, не взять с него соответствующий процент? Я понял, но мы уже в 17-м году, у нас 17 лет одни патриоты, подъем с колен, имперские амбиции, все хорошо. Подожди, подожди. Почему не могут помочь даже этим бедным шахтерам, которые голодные, если детей нечем кормить? У нас в 17-м году, точнее, чуть раньше, объявили, что главная ценность – патриотизм. Прекрасно. Но что-то сделано для того, чтобы эта ценность действительно стала реальностью. Где-то пострадали те, кто всегда объявлял патриотизм последним прибежищем негодяя и считал это ругательством. Государство через аффилированные структуры как финансировало, средства массовой информации, которые клеймили патриотизм последними словами. Так они, кстати, продолжают клеймить. Поэтому давайте понимать, что мы из того не вышли. Мы не излечились от той болезни. И эта публика, она сейчас, конечно, не на 100% правит бал, но процентов на 30-то уж точно. Юрий Михайлович, все-таки какая должна была бы быть системная реакция российских властей социально-экономического блока вот на такого рода эксцессы с шахтерами в Кинг-Кол, которые не получают заплату с 2014 года, с голодающими врачами-учителями Забайкальского края, с массовыми выходами 10 тысяч врачей в Москве, в Московской области после оптимизации сети бюджетных организаций, их увольнения, их выкинули на улицу. То есть, может, нам надо эту систему менять, саму социально-экономическую политику, базис? Если исходить из того, что в нашей стороне капитализм, как социально-экономическая система, то история капитализма показывает, что вначале бизнес договаривается с государством напрямую. Это очень плохо, и общество начинает против этого восставать. Появляется некий средний класс, появляется общество, которое начинает защищать свои интересы как от власти, так и от бизнеса, начинает посредничать, появляются партии, появляются профсоюзы, появляются негосударственные организации, религиозные и прочее. У нас пока нет этого посредника. Поэтому, когда трудовые конфликты идут, власть упрекает, может быть, предпринимателей. Ну что же, это вы уж так, совсем уж обнаглели ребята. Ну вы там как-нибудь тихонечко, нам не нужны проблемы. У нас губернатор отчитывается по 50 пунктам перед Москвой за стабильность и процветание в регионе. Надо улучшить показатели. В этом смысле власть оказывается заодно с алчным предпринимателем. Да, есть законы, за которыми должна следить целая система правоприменительных органов. Но там тоже появляется некая общность интересов. Я уж не говорю про коррупцию, она тоже существует. Потому что, когда мы, скажем, вспоминаем про Сахалинского губернатора, он несколько лет вместе со своими, так сказать, подельниками, если это обвинение действительно, да, суда еще не было, грабил регион. Где были силовики? Они ослепли? Они были вдоль, все как разохнули. Они, да, что с ними было. А потом у нас просто есть, скажем, чиновники, скажем, какие-нибудь губернаторы, которые здесь находятся в командировке. У нас был один губернатор, который на субботу-воскресенье улетал из Сибири в Швейцарию к своей семье. И после того, как он закончил свой срок, он уехал туда насовсем. Этот человек будет заботиться о трудящихся, о голодающих шахтерах. Мэр Новгорода, вон, квартиру в Майами мы видели сейчас там. Да, так что здесь как бы несколько. Вице-премьер Замком Бавска. Да, здесь несколько аспектов. И так как вот недавно было 1 мая, этот день трудящихся, так сказать, прочее, профсоюзы у нас не работают. Не работают по целому ряду причин. Оставшиеся с советских времен, вот во главе со Шмаковым, да, их не слышно и не видно. Понятно, спасибо, спасибо большое. Я предлагаю ознакомиться с фрагментом специального репортажа «Анатомия Мосгортранса», который был подготовлен журналистами канала «Красная линия». Профсоюзный лидер Юрий Дашков показывает коллективный договор предприятия с работниками. Папка почти на тысячу страниц. В середине пункты, которые сразу заметить практически невозможно. Называется это положение о порядке и условиях дополнительного примирания руководителей, специалистов, служащих, за исключением водителей регулярных городских пассажирских маршрутов, за счет экономии фонда заработной платы. А теперь переведите на русский язык. А теперь перевожу на русский язык. Это означает, что чем больше они выявят каких-то нарушений или сфальсифицируют, найдут какой-то предлог, то есть не заплатят водителю вот эту надбавку и премию, тем они больше за это получат премии. То есть другими словами, они залезают к нам в карман и забирают нашу премию. Владимир Васильев, инженер-электронщик в прошлом, уверен, что в карман работников трамвайного депо, где он работает, залезают даже при помощи программы учета и начисления заработной платы. По моим оценкам, это где-то в районе 15-20%. От зарплаты? Да. Ежемесячно? Это в особенности касается тех режимов, которые отличны от флагманского суббота и воскресенья, определенных трудовым кодексом. Все это происходит с молчаливого согласия правкома транспортной организации. Вот почему и были вынуждены водители создать профсоюз по-настоящему независимый, несмотря на давление администрации. У Владимира Казакова проблемы начались именно после того, как он обратился за помощью в альтернативный правком. Теперь мужчина хочет подать в суд, полагая, что его увольнение является дискриминацией. На сегодняшний день рабочему человеку некуда пойти. Он либо вынужден мириться с этой системой, либо тратить кучу денег и своего личного времени, чтобы защитить свое право. С каждым месяцем членов межрегионального профсоюза работников общественного транспорта становится все больше. И каждый из них готов часами рассказывать о порядках в транспортных структурах Москвы. Люди таким образом запуганы, что они не могут отстаивать свои права, потому что их сразу изначально ловят на крючок. В чем это заключается? Человек приходит на работу, если он что-то начинает требовать, какие-то права, самые мелкие. Начинается просморт видеорегистратора, находят у него нарушение, и ему объявляется выговор. Лишают премию. Раз лишили, два лишили, три лишили. И в следующий раз, когда он приходит, что-то серьезное, я говорю, слышь, уважаемый, у тебя уже три нарушения. Если ты будешь тут диктовать свои права, мы тебя завтра же уволим по статье. У депутата Елены Шуваловой есть свое объяснение, почему в принадлежащем городу транспортном предприятии сложились такие порядки. По ее мнению, ответ нужно искать. У классиков политэкономии. Капитал не может придерживаться позиций справедливости. Потому что там, где есть стремление получить максимальную прибыль, там всегда будет эксплуатация. Ирина Викторовна, ну вот, получается, нас построили в основном бандитский хихический капитализм, некое феодально-сословное государство. Я понять не могу, то ли это действительно агенты госдепа, раскачиватели лодки, как и шахтеры, как и врачи-учителя, как дальнобойщики, или действительно что-то у нас не так в государстве? Но Медведев говорит, что все хорошо. Очень точная фраза депутата Московской городской думы о том, что это естественный процесс. То есть, можете привести пример капитализма не хищнического? Это сама природа человека. Ну, зарплата в Японии в транспортной системе в 6 раз выше, чем в России. Там люди не выживают, не живут, как скот. А вы курсишь о том, что в Японии нет пенсии? Ну, если у них уровень жителей в 5-6 раз выше, чем у нас. В Карелии он в 7 раз выше, в Америке в 4,5 раза. То есть, я понимаю, что можно сравнить, как искать, люди из России в Америку бегут и в Японию, а не с Японией в Россию. Есть же какая-то логика, наверное, в этом все-таки. Смотрите, крайне жестокая система капиталистическая, мы можем говорить о социализме, о действительно мягком капитализме, разве что в случае Европы. Все остальное – это патагонная система. Единственный способ ограничить, надеяться, что найдется хорошая власть, и которая построит идеальное общество, бесполезно. Единственный способ – это действительно просто долбить стену. Вода камень точит. Кто-то не боится? Где-то продавили стену? Уже хорошо. Ну, просто смотри, получается странная ситуация, что, скажем, почему-то КПРФ этими вопросами занимается, вопросами шахтеров, компанией Кинкол, дальнобойщиками, людьми из Мосгуртранса, врачами, вчителями Забайкальского края. Почему-то Единая Россия чем угодно занимается, вот там борется с мировым злом, с анапланетянами, с рептилоидами, с высадкой на Марсе, но только не пытается повысить уровень жизни населения страны. Трудовой человек, рабочий человек, заинтересован в том, чтобы работать хорошо, в безопасных условиях, получать достойную зарплату. Собственнику предприятия выгодно, и он заинтересован в том, чтобы платить поменьше, выкачивать работы побольше, и нести ответственности за какие-то проблемы. Власть заинтересована, чтобы все было тихо, спокойно, и существовало, чтобы люди не выступали и не скандалили. И вот на этом равномерно. Понятно, я понял. Спасибо, спасибо, спасибо. Юрий, все-таки можно как-то это все более цивилизованно делать, и все-таки, чтобы власть слышала интересы центрового большинства, и бизнес, потому что он есть, он все-таки сдерживался профсоюзами, интересами работников. Это же можно сделать, было бы желание. Обращаю ваше внимание, в нашей Конституции действующей, про капитализм, нет, ни слова, вместо этого написано четко, ясно и однозначно, Россия – социальное государство. Социальное государство – это государство, которым правит не капитал, а социум. Значит, не хватает механизмов, которые гарантировали бы, что капитал не будет манипулировать социум, как он делает сейчас успешно. Для этого нужно две вещи, хочешь, не хочешь, с двух сторон заходить. Одна сторона то, о чем вы сказали, да, борьба людей, вот не только трудящихся, вообще людей, будь то трудящиеся на предприятии, и люди, которые хотят согнать из их, якобы, пятиэтажек, на которые почему-то девять и больше этажей, да, поквартально, да, значит, борьба людей самоценна. То есть люди должны понимать, что они в этой борьбе учатся, защищать свои права от завтрашних, еще неизвестных наступлений власти и капитала на их права. То есть это, безусловно, важно, то, что КПРФ это поддержит, поощряет, о чем здесь говорилось, очень правильно. То есть чем больше люди будут учиться защищать свои права, тем лучше. Это снизу, с одной стороны. С другой стороны, вы говорите, никакая власть никогда. Это неправда. То есть, разумеется, граждане, если они перестанут быть манипулируемыми, они могут сформировать такую власть, которая в этих вопросах встанет в защиту их интересов. И не то, что мы с вами сейчас придумаем. Из всей вообще человеческой цивилизации известно, какие механизмы могут гарантировать людям, что власть не сможет просто так произвольно наступить на их права. Просто надо, чтобы эти механизмы были реальными, а не обманкой. Для этого нужна элементарная, чтобы власть... Вот у нас же в Конституции есть непрекосновенность частной собственности. Есть ясное, однозначно, что никто не может быть лишен собственности просто так, произвольно. Но принимаются законы, по которым можно людей выселять из Мереченской золины, можно людей выселять из целых кварталов в Москве, можно дальше по всей стране. Вопрос не в том, что сейчас скажет добрый или недобрый мэр. То, что пообещает президент, что недопустим. Это все ерунда. Люди должны понять, что либо власть в законах, в правилах, которые она пишет, сразу прописывает, что их нельзя лишить без их согласия, без достойника и без наследия. Либо она пишет, что можно, а добрый мэр или президент скажет, мы ваши права защитим. Юрий Михайлович, давайте опустимся на уровень пониже, к простым коллективам, к работникам. С вашей точки зрения, как можно было бы остановить этот произвол работодателей, который сегодня по мере разрастания кризиса только усугубляется? Мы видим трехлетнее падение уровня качества жизни, рост цен, сжатие платежеспособного спроса, массовое увольнение, скрытая безработица, неоплачиваемая пуска, неполные рабочие дни. Как себя здесь вести, как вы считаете? К кому обращаются профсоюзы, которых по большому счету нет у независимых? Профсоюзы формируются, и ваш сюжет показал это. Другое дело, они пока недостаточно эффективны по целому ряду причин. Прежде всего, сами люди не всегда готовы бороться за свои права и организовываться. И сейчас, видимо, политические партии будут выполнять эти функции. Защиты различных социальных слоев. Потому что сейчас трудящиеся, это очень такое сложное понятие, это действительно не XIX век, это не эпоха Маркса и Англиса, и даже не Ленина. Это и сфера обслуживания, это и мигранты, это и нелегалы, и кого только нет сейчас в нашем обществе. Но так как все-таки 70% наших работающих людей зависит от государства, они наемные работники, то получается так, что мы очень много надежд возлагаем на государство. Отсюда вера в то, что президент осознает, поймет, что мы ему передадим наши просьбы, и он примет решение. Или мэр поймет, как нужно решать все вопросы. А, конечно, правовое государство, конечно, разделение властей, конечно, законность, конечно, достойные депутаты, которые способны решать проблемы того народа, который их избирает. И, конечно, эффективная судебная и прокурорская система. Без этого просто невозможно в современном обществе. Иначе действительно будет произвол собственников, связанных с властями, с силовиками. Понимаете, ведь энергия предпринимательская, частно-собственническая, я бы ее сравнил с атомной энергией. Да, есть атомная бомба. Вот если не управлять энергией собственников, общество будет уничтожено. Они его сожрут. У них нет пределов в жадности, в желании все приобрести, накопить. Что такое атомная электростанция? Это ядерная энергия под контролем. Вот в обществе надо создавать систему контроля за алчностью всех чиновников, силовиков, частных предпринимателей. Иначе мы... Ну, для этого, опять-таки, необходимо сознание людьми. Граждане России, святых гражданских прав, соответственности за государство, в состоянии механизма контроля за властью. Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Давайте сами продолжим этот разговор. Возникает такое ощущение, что особенность нынешних протестов в том, что они как бы раздвоены. То есть люди, которые выдвигают социально-экономические требования, шахтеры, дальнобойщики, врачи, учителя, протестующие против произвола местных властей либо федеральных властей, зачастую теряют общеполитические требования либо боятся их озвучивать, чтобы не быть посаженными, не пасть в автозаки. Те же, кто выходит под политическими лозунгами, зачастую теряют простого человека и не видят социально-экономических проблем простых людей. Вот как можно совместить одно с другим, микро-смакро-уровневым, то есть политические, социально-экономические требования? Ничего удивительного в этом, я полагаю, нет. Никуда не денешься, это факт. Подавляющее большинство населения, как бы это ни нравилось, стоили с другой стороны, поддерживают стратегический курс президента. Повторяю, может это кому-то не нравится, но это факт. Поэтому идти на протесты против политического, стратегического курса никто не будет. Одновременно, вот это особенность нашей жизни, подавляющее большинство населения на дух не выносит ту социально-экономическую систему, которая сформировалась в 90-е и правит бал до сих пор. Не только в экономике, в политике и в сфере информации. Вот здесь говорилось о том, что одна из бед, что у нас от государства сильно зависят люди. А что? Я здесь хотел бы поспорить. А что было бы лучше, если бы наши люди зависели от частного капитала? Давайте вспомним, как Чубай с открытым текстом заявлял, что одна из целей приватизации была передать колоссальные предприятия с огромным количеством рабочих под управлением вот этих ныне капитанов бизнеса, а тогда по большому счету преступников, потому что неприступным образом эти состояния не создавались. Для чего? Для того, чтобы на тех самых знаменитых выборах обеспечить победу Ельцина при 3%. Вот вам что такое, когда не государство контролирует, а контролирует частные собственники. А почему мы снова немножко перескочили? Мы говорим про самоорганизацию общества снизу, про основе гражданских прав, единство общества, причем есть капитал и госчиновники. Чиновники, это избранные менеджеры, должны исполнять волю народа. Капитал – это часть общества, которое занимается понимательской деятельностью. А есть люди, есть врачи, учителя, представители трудовой и творческой интеллигенции. Они должны себя дать обществом и контролировать и предпринимателей, и власть, исполнительную, законодательную, что и какую угодно. Почему же все время либо государство народ держит, либо капитал народа? Потому что это есть более цивилизованные форумы. Вы знаете, можно любые схемы нарисовать, очень красивые схемы. Можно заявить о том, что должно быть правовое государство, всюду правит закон. Ну, правит закон в Европе. Что там ни одному проценту принадлежит 90% богатства. Там одному проценту 25%, а у нас 75%. Все-таки похуже. Контролируется примерно так же. А то, что там создали общество социального благоденствия, как это было, так это, извините, создавалось в противостоянии с Советским Союзом. Как только в 90-е годы Советский Союз исчез, рухнул, капитал там очень активно начал наступать на права трудящихся. И в какое-то время, пока грабили богатство бывшего СССР, отстегивали им, а сейчас уже открытым текстом говорят, что это общество ушкодит. Давайте все-таки так поймем. Все-таки власть должна быть подконтрольно, ответственно, прозрачно перед обществом. Должны быть механизмы контроля власти со стороны народа. Сейчас идет маленькими шажками процесс чуть-чуть национализации нашей власти. Но темпы этого процесса абсолютно не устраивают население. И если эти темпы останутся прежними, то в один прекрасный, в кавычках, день произносит та фраза, которая самая страшная, я считаю, в русской литературе. Народ безмолвствует. Вот когда народ безмолвствует, власть повисает в пустоте, и государство летит. Юрий Ильич, если можно прокомментируйте, тема национализации власти, национализации элит, шажками мы в ту сторону идем? Вы знаете, я должен согласиться с вами. Конечно, ключевой вопрос соотношения общества и капитала. И на Московском экономическом форуме у меня была возможность поступать на лендарное заседание. Я говорил прежде всего об этом. О том, что если мы хотим выстроить нормальное развивающееся общество и государство, общество должно держать капитал в ежовых рукавицах. Люди должны прекратить относиться к работодателю, власти, капиталу, как к тому, кто себе хорошо сделал. И почему-то нам тоже автоматом сделает хорошо. То есть его успешность не то, что не есть гарантия, а не есть абсолютно предпосылка к тому, чтобы он зачем-то стал делать нам хорошо. То есть мы должны сходить с того, что база – это мы и наше право на жизнь, а ему мы даем право получать прибыль только и исключительно, если это в наших интересах никак иначе. И отсюда следующий ход. Дело в том, что общество – единственный, главный, основной способ самоорганизации исторически – это государство. Мы должны начать рассматривать свое государство как главный способ нашей самоорганизации. Другого нет, и в обозримой исторической перспективе не предвидится. Либо государство – это способ самоорганизации олигархата и капитала против нас, чтобы нас вот так выжимать. Либо наоборот, государство – это способ нашей самоорганизации против них. Не против, чтобы их изгнать вообще, а чтобы их заставить действовать только в наших интересах. Не в наших интересах. Все, до свидания. Всего лишился, и голенько побежал в Европу. Общество и государство вправе так поставить вопрос. Либо вы, неважно, полугосударственные там Сечины, Миллеры, Греф и так далее, либо абсолютно частные там Лукойлы и прочее. Неважно. Либо вы действуете в наших интересах. И у нас есть рычаги оценки, что вы действуете в наших интересах и сами себе присваиваете. Только в пределах того, что мы вам разрешаем, а не многомиллионное, что вы сами себе назначите. Либо голеньким Европой. Это не перфекционизм, это достижимо, это реализуемо, или это некие мечты, как нам говорят, что не может быть иначе, кто из Ленин, только такая система, которая из России. А иначе революция, Майдан и Кровой Пирог. Ребенок рождается и не знает, на что он способен. Но дальше он должен самореализоваться. Так и общество. Мы ничего не знаем, это как война. Мы ничего не знаем, что впереди. Мы не знаем, кто победит. Но мы точно знаем, что если они и дальше будут нас побеждать, как побеждали все предшествующие четверть века, то нас и дальше все больше и больше будут выкручивать, и предела наглости и цинизму здесь не будет. Вот что очень важно понимать. Как нам измениться социально-экономическую политику, экономический базис и только ли политические изменения позволят что-то поменять в стране или же нужно пересматривать сам базис экономический? Я не очень представляю, как можно пересматривать экономический базис в данном случае. Я полагаю, что Я вообще являюсь четким Твердым сторонником Политики малых дел и малых шагов Пытаться ставить перед собой задачи А вот мы сейчас все поменяем Из плохого сделаем хорошее На мой взгляд совершенно бессмысленно И непродуктивно Скорее может принести к какому-то большим проблемам Решать проблемы Здесь и сейчас С теми же шахтерами Там ведь действительно заключается проблема Там ведь не Кремль действует Там не олигархи действуют Это местные власти Так сейчас страна такая Берут пример с главного И с вертикали выстроены При этом мы имеем массу примеров Когда удавалось пробить Информационный этот вакуум И эту информационную блокаду Умудрялись Вмешиваться и менять ситуацию к лучшему И так по каждому пункту Так пока не изменилось Люди зарплату не получили Хотя коммунисты уже проводили митинги Здесь возле задания правительства Им запретили проводить встречу с депутатами Потому что это угроза безопасности Они были вынуждены развернуть Снимать проектором Делать трансляцию с Краснодара С Кубани Все равно полиция это все дело оцепила И говорили, что это раскачивание лодки То есть даже когда уже на таком уровне Уже чиновников федерального уровня Депутатов Госдумы Пытаются пробить Все равно говорят, что это все недопустимо Это неправильно Там разберутся без вас наверху Пока не решилось Остается только одно Продолжать работу Один из способов манипулирования и разделения Представление конфликта по сути классово Как конфликта между разными равными словами общества Можно ли представить ситуацию С попыткой изгнания людей Из целых кварталов в Москве Как конфликт между жителями и строительными рабочими Манипулятивно можно представить Но мы не должны давать это так делать Мы должны всегда четко видеть и показывать людям Что это конфликт Между олигархатом, позарившимся на возможность Изъять самые ценные куски земли у москвичей А строительной рабочей здесь вообще ни при чем Значит видеть, уж извините классовый Сейчас мы давайте все-таки ознакомимся с результатами голосования Которые проходили на сайте канала «Красная линия» Прозвучил следующим образом Что же не позволяет российскому государству Решать задачи национального социально-экономического развития 2% внешнее давление, 4% слабая экономическая база 2% разборки внутри правящего класса 92% противоречия между интересами власти имущих И потребностями трудового большинства Игорь Сергеевич, как вы можете прокомментировать? Может быть у вас есть свой вариант ответа? Ну 92% это достаточно красноречиво Я единственное только хотел бы сказать следующее Вот эти обобщения власть имущей в целом Это слишком сильная абстракция Если бы был единый власть имущий класс То сейчас была бы ситуация совершенно иная В 90-е годы, да, практически единый был власть имущий класс И вот тогда, между прочим, никого не смущало из народа То, что какая-то там милиция кому-то будет мешать И никого не пугали обвинения в том, что они раскачивают лодку Все мы хорошо помним, как стотысячные митинги проходили в Москве Как демонстрации прорывали кордоны Мы все помним московское народное восстание 93-го года Которое было именно народным восстанием Да, там депутаты были и прочее, но народ восстал И именно благодаря этому, кстати сказать, страна сохранилась И вот те либералы, которые тогда назывались демократами Не смогли ее полностью разрушить Вот тогда была эта единая антинародная сущность Сейчас от той антинародной сущности осталось очень и очень много Но там есть и другие силы Поэтому вот сейчас сказать, что нужно все сделать и бросить на то, чтобы смести этот струй Не сработает, потому что это неправда Банда Ельцина под суд Это была абсолютная правда того времени И этот лозунг объединял людей Сейчас вы идите с подобным лозунгом? Извините, вот здесь сразу возникает вопрос На чем воду вы льете мель Росгвардия 500 тысяч таков Не зря стоят, ловят нас Нет, дело не в Росгвардии Тогда тоже, помните, подкатили танки и расстреляли протестующих Люди вышли тогда и сражались Совершенно верно Да, просто такой, смотри, все-таки русский бунт бессмысленный и беспощадный Будет ли он осмысленным и будет ли он беспощадным вопрос Все-таки может ли как-то изменить ситуацию более-менее мирным, некровавым образом Тем более без погружения в хаос, условно говоря, Майдана и новых олигархических войн Есть ли такой вариант? Что должны делать оппозиционные партии, коммунисты, как вы считаете? Может быть, не системная оппозиция? Оказывать как можно более сильное воздействие И противодействие всей антинародной части политической элиты Против социально-экономического курса при поддержке тех мер, которые направлены на укрепление российское государство, на защиту соотечественников и так далее Вот единственный ход Потому что, вы заметите, как та сторона либеральная раскручивает и протесты, и оказывает колоссальное влияние на власть Что власть делает им постоянные уступки и только из-за того, что она их очень любит? И эта публика сейчас воспринимается власть имущими многими более опасной для себя, чем протест огромных масс населения А вот насчет бунта бессмысленного и беспощадного Вы знаете, вот здесь я с этой классической формулировкой не согласен Русский народ выходил на бунт всегда, когда другого выхода не оставалось Когда власть полностью переставала выражать его интересы И этот бунт не был бессмысленным Когда нам говорят о том, что вот стало нам сколько хуже Стало хуже Но, может быть, именно поэтому потом становилось лучше А вот это терпеть народ уже не мог Ни в 17-м, ни в 91-м году Спасибо большое Юрий Михайлович, давайте все-таки уже к концу нашей программы Поговорим вот о чем Вот есть такая точка зрения Икс Лига озвучит даже руководцы страны Что, ну а как же, везде воруют, все воруют Вы придете тоже воровать будете А эти наворовались, уже не будут столько воровать И вообще, как бы в России система коррупции Это такая уже чуть ли не традиция национальный вид спорта Отсюда логический мосик, что неэффективно воровать власть Тоже нескоренима Ну, там можно уже, когда уж совсем поднакопило Пару губернаторов посадить Которые еще там не занесли Как известно местными И другим, так сказать, конкурентам по партии и силовикам И в принципе этим ограничиться И мы понимаем, что, так сказать, рыба Так гнем всегда с головы И может ли как-то по-другому общество контролировать этот процесс И какой-то механизм контроля за прозрачностью Подотчетностью государственной власти Или действительно коррупция это нормально Это приводной ремень всех решений в России Так и будет всегда В этом смысле мы очень традиционное общество И, понимаете, когда мы применяем к нам критерии Западного общества, Франции, Германии, Соединенных Штатов Это очень большое упрощение И какое-то мечтание Мы не французы, мы не немцы Там есть такая шутка Можно объявить республику, но где взять республиканцев Можно создать великолепную систему судов Но где взять грамотных, неподкрупных судей Их надо брать из тех, кто имеется Так вот Дело в том, что Все-таки нам необходим Вот сейчас был у вас вопрос Национальные интересы России Мы не четко понимаем, чего мы хотим Наверное, надо говорить Вот Игорь Сергеевич упомянул Государство социального благоденствия на Западе Или социальное государство Дело в том, что есть противоречия между буржуазным государством Если эту гипотезу использовать Которая у нас в такой варварской форме возникает В нем должно существовать социальное государство Иначе само буржуазное государство погибнет Просто от жадности Вымрет население Между этими двумя структурами идет постоянная борьба Вот у нас сейчас буржуазное государство поедает общество целиком Несмотря на потрясающее природное богатство Несмотря на все-таки наличествующие ресурсы демографические И многое другое Необходимо ставить цель Создание социального государства Спасибо, спасибо, что говорили коллеги Давайте уж в конце нашей программы Буквально коротко Одно фраза, несколько тезисов Какие протесты нужны России, если они необходимы Какие цели они должны перед собой ставить И достигать Или нам требуется что-то другое Юрий Михайлович, с вас начнем Очень коротко, если можно Какие лозунги, тезисы, что требовать? Прежде всего, социальная справедливость Спасибо большое, Юрий Ильич Что вы дополните к социальной справедливости? Прежде всего, отказ от шизофрении Значит, в 90-е годы почему-то банду Ельцин Под суд было актуально А теперь банду перечисляем Чубайцев, Миллеров, Грефов, Сечиных Кудриных, Ротенбергов и так далее И их покровителя не называем фамилию? Неадекватно, неактуально А потому что нельзя здесь объединить воеденное целое И сказать, что у них единый курс Коллеги, следующая программа Антикоммунисты в 30-е годы Очень многие поддерживали линию Сталина Они были антикоммунистами Но линию Сталина поддерживали Так вот главный лозунг Они не были шизофрениками Главный лозунг Отказ от этой шизофрении Если банду перечисляем опять Миллеров, Кудриных, Задорнов, Грефов И так далее А их покровителя, главу государства Почему-то отдельно То это шизофрения Давайте без шизофрения Вот как только от шизофрении отказываемся Все становится на своем месте И находится место Спасибо, Елена Викторовна Экономическую политику не поддерживает 80% Поддерживает только имперское увеличение Убейте Украину, Сирию И все развалится Дальше А я соглашусь с коллегой Потому что это тема Социальной справедливости И вообще справедливости как таковой Является доминирующей И ключевой ценностью Спасибо большое, Игорь Сергеевич Коротко Что требовать народу от власти Социальная справедливость Это прекрасно Но социальной справедливости Никогда не будет Если не пройдет Жесткая, предельно жесткая Чистка правящей элиты И не на словах А вот когда мы не просто Какого-то арестовали А нас на место посадили следующего Вот когда мы увидим Что у лидеров нашего государства Дети становятся учеными Офицерами А не руководителями предприятий И садятся не на финансовые потоки Тогда мы поймем Что национализация элиты Реально происходит Спасибо большое, дорогие гости За интересный разговор Конечно, национализация элиты Не на словах, а на деле На то, что требуется Сегодняшнему российскому обществу И в том числе Смена всей общественно-экономической формации И всей политикой политической вертикали На эфире была программа Точка зрения Я ее ведущий Владислав Жуковский Всего доброго До скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова